Новости Большого Города на Средней Волге Новости Большого Города на Средней Волге В Самаре трамвай прокинулся на пять машин Инцидент произошел сегодня днем у торгового центра «Апельсин» Погибших и пострадавших, к счастью, нет Мэри Елчан на месте разбиралась в причинах ЧП Камеры наблюдения зафиксировали сам момент ЧП Видно, что трамвай под номером 20К заходит в поворот и неожиданно перелетает ограждение К счастью, в этот момент пассажиров в нем не было Как сообщили в трамвайно-троллейбусном управлении, вагон ехал из депо Водитель остановился, вышел из него, чтобы проверить неисправность Но трамвай поехал дальше Нужно сказать, что водитель опытный Она 16 лет за рулем трамвая Она знает все его технические особенности Знает какие-то его там меры Но вот то, что произошло, давайте будем разбираться На завтра будет приказ Мы ее отстраним от движения трамваев Будет проведено обследование Трамвай упал на пять машин Руслан Коршенко один из тех, кто выбрал сегодня неудачное место для парковки Услышал громкий звук, вышел и увидел, как трамвай лежит Страдали машины, моя машина тоже в глаза делала Владельцы пострадавших машин получат компенсацию Если она будет превышать то, что может предложить ОСАГО, ТТУ доплатит Пробок на Новосадово из-за инцидента как таковых не было Специальные службы оперативно устранили последствия ЧП Бояться нечего городские власти держат под контролем ситуацию В которой оказалась 36-я самарская школа Стало известно, что у четырех школьников диагностирован туберкулез На встречу с родителями пригласили медиков, эпидемиологов и специалистов Роспотребнадзора Эксперты объяснили родителям, что никакой опасности для их детей нет Мария Левина выслушала диалог Без паники родителям 36-й школы объясняют, волноваться не о чем Специалисты их пригласили на собрание Объясняют, источника заражения в школе нет По каждому случаю было проведено эпидемиологическое расследование С оценкой своевременности, полноты и качества всего комплекса противоэпидемических мероприятий В этот комплекс противоэпидемических мероприятий входят мероприятия по поиску возможных источников в образовательном учреждении Заключения по случаям инфекционных заболеваний, зарегистрированных в 2019 году, однозначные Что источников в образовательном учреждении для заболевших детей нет Мне стало чуть-чуть спокойнее в плане того, что мне 100% уверили меня в том, что будут обезопасны классы Волноваться родители начали после того, как стало известно, что за последний год у четырех школьников из разных классов был диагностирован туберкулез Первый случай прошлой весной, последний в этом месяце Беспокойство подогревало слух о болезни учителя физкультуры, но, как выяснилось, мужчина работал в школе до 2018 года И тогда проблем со здоровьем у него не было Поэтому заболевания детей никак с этим фактом не связаны Тем более, после каждого зафиксированного случая в школе проводились профилактические работы У Елены Андреевской здесь учатся двое детей Женщина сначала тоже запаниковала, но после консультации с врачами успокоилась Я проконсультировала с врачом с 15-й поликлиники, куда мы прикреплены, мои дети И поняла, что, собственно говоря, проблем-то никакой нет То есть, да, есть какая-то паника, но паникуют те, кто не знает, наверное, о том, что делать для того, чтобы предотвратить Я считаю, что здоровые дети в наших руках Почему такая ситуация сложилась? Наверное, лишь только одно могу сказать Родители не были проинформированы вовремя, не была правильно проведена разъяснительная работа администрации школы Директору объявлен выговор. Лично, под моим контролем, находится данная ситуация Директор школы предпочел отмалчиваться Вы нам дадите сегодня комментарий? Они подают А почему вы отказываетесь? Не даю, не даю В конце этой недели, с пятницы по воскресенье, школа работать не будет По просьбе родителей здесь проведут повторную дезинфекцию На эти дни будет организовано дистанционное обучение А для родителей будет организовано дежурство передвижного флюорографа Чтобы каждый мог пройти обследование Профилактики, это все наши профилактические медицинские осмотры на туберкулезную инфекцию Если дети, в основном маленькие дети, это вакцинация БЦЖ Более старшие дети, до 7 лет, это реакция МАНТУ Ежегодно, каждый год ставится После 8 лет, это делается проба диаскин-тест И с 15 лет, флюорографическое обследование Раз в год, следить за своими и предупреждать Конечно, здоровый образ жизни В ближайшее время школу повторно обработают также от грызунов и насекомых Самара ГИС будет держать вас в курсе событий Мария Левина, Николай Сидоров, События Уже завтра жители Рождествена забудут, что такое проблема с переправой Навигация в этом году начинается раньше Сегодня путь Омиком расчищал ледокол Терек Вместе с речными волками в плавание отправилась Елена Малютина Эксклюзивный репортаж За штурвалом Терека капитан с 40-летним стажем Сергей Финенко За годы своей работы он прошел по рекам сотни тысяч километров На ледоколе бороздит речные просторы третий год Говорит, машина надежная и ни разу не подводила Активная фаза ледохода на реке Самара затруднила сообщение Самара-Рождественно Сотрудники судоходной компании стремятся быстрее открыть навигацию Ледокол Терек может расколоть льдину толщиной до 40 сантиметров Ашугу и до 60-ти Обычно самые активные месяцы работы приходятся на ноябрь, декабрь и середину марта Но в этом году уже сейчас на Волге почти нет льда Аномально теплая погода и работа ГЭС способствуют обильному образованию торосов, промоины и накоплению льда у береговых линий Из-за сложной ледовой обстановки в этом году навигация началась непривычно рано Следит за сердцем корабля Вячеслав Дудин Мощность судна 2000 лошадиных сил Для механика дизельный мотор как конструктор для ребенка Ежедневно он несет службу и проверяет каждый винтик ледокола У меня все свистит, сумит, крутится Депроход простой, больше ухода, чем новые Для перевозки пассажиров по маршруту Самара-Рождественно всю зиму использовали суда на воздушной подушке Но из-за тяжелой ледовой обстановки они часто ломаются Пассажиры надеются, что в ближайшее время они смогут без проблем передвигаться по маршруту Там большой населенный пункт в Рождественной Люди ездят в больницу, по каким-то делам, в администрацию Все это очень серьезно Я буду уверена, что я и туда, и обратно смогу приплыть То есть они обычно четко по расписанию ходят, да? А с воздушными подушками? С воздушными, то есть можно туда уплыть, а обратно не вернуть Были такие моменты, что переправы никакой не было То, что много подушек сломалось, даже одна подушка горела Речной порт уже завтра планируют запустить омики Билеты уже проданы Елена Малютина, Василий Калдашов, События Прокуратура обжаловала решение суда об условно-досрочном освобождении экс-главы Федеральной службы исполнения наказания Александра Реймера Напомним, он был осужден на 8 лет колонии за крупное хищение при закупке электронных браслетов До рассмотрения жалобы калининградского прокурора Экс-глава ФСИН будет содержаться в колонии Сообщили сегодня Генеральной прокуратуре России Ранее прокурор возражал против удовлетворения ходатайства Реймера Абду В июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего директора ФСИН России Виновным по статье мошенничества в особо крупном размере Реймера обвиняли в крупном хищении денег из федерального бюджета Выделенных на покупку электронных браслетов для ФСИН По версии следствия, браслеты покупались по завышенной цене Ущерб от неправомерных действий не возмещен Александр Реймер руководил пенитенциарной службой в 2009-2012 годах Его сдержали весной 2015 года В Самаре начались массовые проверки квартир газовыми службами Это связано с тем, что статистика несчастных случаев бьет печальные антирекорды Только за минувший понедельник от отравления угарным газом пострадали 5 человек А всего с начала этого отопительного сезона зафиксировано 20 ЧП И потому, говорят специалисты, не удивляйтесь, если на пороге вашего дома вы увидите газовиков Спросите у них удостоверения и смело пускайте в дом Как это происходит, покажет Елена Нижегородцева Здравствуйте, администратор с Космогенским районом, да, выходит Пенсионерка Татьяна Дашкина живет в этой квартире с 2008 года При заселении муж сразу сделал ремонт Купили новую газовую колонку и плиту В течение 10 лет проверок сотрудники газовой службы не выявили ни одного случая нарушения эксплуатации техники Да и сама Татьяна знает элементарные правила безопасности То, что проветривают, то, что если что-то вдруг заводить сразу в аварийную службу Это обязательно для того, чтобы не было утечек Для безопасности и квартиры, и вообще всего дома, всего подъезда Живущий этажом выше Людмила Ольховская уже не раз вызывала газовиков Ломалась колонка, а однажды женщина почувствовала запах газа Я вот иногда что-то тут работала на кухне и чувствовала запах Я говорю, что-то не то Ну, потом пришли специалисты, посмотрели, проверили Хорошо, что служба газовая так хорошо работает Навестили нас, устранили все эти неполадки, и мы очень рады Запрет на пользование неисправными газовыми приборами – залог безопасности В последнее время по всей стране участили случаи взрывов в многоквартирных домах Статистика показывает, что большинство из них происходит после самостоятельной установки оборудования Если в помещении запахло газом, необходимо как можно быстрее перекрыть краны Прекратить подачу газа и набрать 0,4 или 101 для сотовой связи Цель ежегодной технической проверки – не допустить возникновения подобных ситуаций При проверке оборудования проверяются резьбовые соединения Наличие сертифицированных шлангов Вот здесь они сертифицированы, желтые диэлектрические шланги Также работоспособность приборов, то есть это газовая плита и газовая колонка Наличие тяги в винтканале в дымоходе И также наличие вытяжного зонта С 2006 года в Самарской области зафиксировано более 500 инцидентов, связанных с нарушением правил пользования газом в быту От отравления угарным газом пострадали более полутора тысяч человек 200 из них погибли Зачастую газовики сталкиваются с тем, что жильцы не пускают их в квартиру То дверь боятся открыть, то дома нет никого целыми днями Приходится проводить повторные проверки, так как основная масса жильцов в дневное время работает Мы работаем с управляющими компаниями, со старшими по домам, управляющими краю районами Узнаем, когда жильцы бывают дома, в какой момент можно к ним подойти На текущий момент в Красноглинском районе газовая служба проверила 844 дома Это примерно 80% от общего количества газифицированных домов Обход квартир планируется закончить до 28 февраля Елена Нижегородцева, Григорий Плешаков, События О том, как важно соблюдать меры безопасности во всем, что касается газа Говорили и на круглом столе в губернской думе В регионе собственники земельных участков Все чаще нарушают зоны минимальных расстояний до газопроводов Что грозит последствиями Что можно предпринять на законодательном уровне, выяснила Лариса Шлафаст По территории Самарской области проходит три больших магистральных газопровода По правилам безопасности у каждого объекта есть охранная зона Кроме нее еще на 350 метров распространяется так называемая зона минимального расстояния до газопровода Но владельцы земельных участков нередко нарушают границы В запрещенной зоне строят бани, коттеджи Шесть таких незаконных объектов будут снесены по решению суда Но мы при этом понимаем, что каждый снос – это рост социальной напряженности Нам надо очень тщательно взвешивать вопросы предоставления земельных участков Решить проблему можно, если будет комплексный подход, уверены участники заседания Крупная энергетическая компания региона заключила соглашение с муниципалитетами Чтобы те выясняли, не входит ли земля в охранную зону, прежде чем выдавать разрешение на строительство То соглашение, которое с муниципалитетами мы подписываем, дает возможность нам и им Сделать возможность, не привлекая всех остальных, зная, что там газопровод находится Рассматривать другие инвестиционные проекты Предоставление земельных участков тем или иным семьям без нарушения охранной зоны допустимых расстоянов По итогам Круглого стола во все муниципалитеты направят рекомендации по работе с нарушителями границ И предотвращению случаев самовольного захвата земельных участков Лариса Шлафац, Сергей Баскин, События Далее, коротко о других событиях дня Вернул найденный кошелек с деньгами Транспортные полицейские наградили студента первого курса Тольяттинского социально-экономического колледжа Благодарственным письмом и памятным подарком Парень принес в полицию кошелек, найденный на парковке возле железнодорожного вокзала станции Жигулевское море В кошельке оказалось 6,5 тысяч рублей Сотрудники транспортной полиции установили владельца и вернули утерянную вещь и деньги Потеряла телефон, а с ним и все деньги с карты В Сызрани в суд направили уголовное дело по факту кражи Об этом сообщает в областном ГВД В полицию обратился 56-летний мужчина, который рассказал, что его супруга потеряла сотовый телефон После этого с банковской картой заявителя, которая была привязана к номеру жены, пропали 13 тысяч рублей Злоумышленник, нашедший телефон, перевел частями все имеющиеся на карте деньги с помощью мобильного банка на свой счет После чего потратил деньги Вскоре личность подозреваемого удалось установить Им оказался 30-летний мужчина, ранее судимый за умышленное уничтожение чужого имущества Возбуждено уголовное дело Мужчине грозит до двух лет лишения свободы В Самаре мужчина сломал зуб, когда ел хлеб В Бородинском нарезном оказался кусок резины от автомобильного колеса О неприятном инциденте мужчина рассказал в социальных сетях Он осмотрел всю буханку и выяснил, что в ней содержится еще несколько резиновых частей Мужчина предполагает, что ему попались куски автомобильной шины Как пошутили пользователи сетей Видимо, колеса оказались зимними шипами И посоветовали обратиться к производителю за компенсацией А также рассказали, что им попадались в хлебе скорлупа от орехов, волосы и даже гвозди Еще одну тему обсуждает самарцы в соцсетях Яблоки вместо снюса Пользователи интернет-порталов сообщили, что на самарских прилавках появились фрукты, вымоченные в никотине И выложили фото Опасность новинки в том, что родители по незнанию могут сами купить для детей опасное для здорового угощения Напомним, 25 февраля в Самарской губернатской думе приняли закон о запрете продажи снюса в окончательном чтении В связи с проведением масленицы в центре Самары будет временно ограничено движение транспорта С 12 ночи 28 февраля до 11 вечера 1 марта на площади Куйбышева С 8 утра до 7 вечера 1 марта по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской По улице Шестаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе Также с 8 вечера 29 февраля до 7 вечера 1 марта вводится запрет на остановку или стоянку транспортных средств на следующих участках По улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской По улице Шестаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе Движение общественного транспорта автобусов-маршрутов номера 2492-297 с 8 утра до 7 вечера 1 марта будет организовано по временной схеме. Два новых детсада, поликлиника и три футбольных площадки появятся в этом году в микрорайоне Кошлевпроект. Перед региональными властями президент поставил четкую задачу – ускорить темпы создания новых мест в Яслях. В прошлом году в Самарской области с этим справились, построено почти два десятка садов, а в этом году показатели снижать не планируют. Только в ясельных группах откроют полторы тысячи мест. О тех, кого это непосредственно коснется, наш следующий сюжет. Маленький Мирон на ежедневную прогулку пока выходит с мамой. В очередь в детский сад малыша поставили на пятый день после рождения. Скоро мальчику исполнится три года. Как раз к этому времени в микрорайоне должен появиться новый детский сад. Наши шансы попасть в детский сад возросли вдвое. Мы очень рады. Я думаю, что все жители также будут рады. Здесь очень много семей с маленькими детьми дошкольного возраста. Поэтому это очень своевременная и важная мера. Сейчас в микрорайоне работают шесть детских садов. Уже готовы площадки для двух новых дошкольных учреждений. Каждый садик на 350 мест. Они идентичны. У них даже цена одинаковая. 347 миллионов на 350 мест. В этом году президент страны поручил главам регионов ускорить темпы создания новых мест в яслях по нацпроекту «Демография». По итогам 2019-го в Самарской области завершено строительство 19 детских садов. Планы на 2020-й в своем послании обозначил губернатор Дмитрий Азаров. В ближайшее время должны быть введены в эксплуатацию детские сады в Комсомольском районе Тольятти. Два детских сада в Самаре. Два в Волжском районе. До 15 февраля жду от Министерства строительства доклада о завершении работ. И вот в эксплуатацию. В 2020 году мы планируем всего ввести 13 детских садиков. Плюс 1500 мест будут открыты в ясельных группах действующих детских садов. Средства на строительство детских садов поступят из бюджета всех уровней. Открыть для маленьких воспитанников двери двух новых детских садов должны до конца года. Мэр Елчан, Лариса Шалафаст, События. Благоустройство в ваших руках. В Самаре продолжается голосование за парки и скверы, которые благоустроят в следующем году в первую очередь на средства нацпроекта «Жилье и городская среда». Отдать свой голос можно на сайте городской администрации или в специальных пунктах. Активно ли «Самар» соучаствует в голосовании? Расскажем в нашем следующем сюжете. Сквер первых космонавтов в железнодорожном районе Самары – одна из территорий, претендующих на победу в рейтинговом голосовании. Жители района участвовали в подготовке проекта будущего благоустройства и точно знают, что хотели бы здесь видеть после ремонта. «Территория, как мы видим, находится в густонаселенном районе, тут очень много детей, поэтому для зоны отдыха, для данного микрорайона, я считаю, это очень хороший подспорь, будем говорить так, если здесь все отремонтируют, все сделают, зафункционирует фонтан и будет зона отдыха». «Статуя Гагарина, чтобы ее тоже реставрировать надо обязательно, насаждение, чтобы здесь были, где-то старые деревья можно убрать, ну и вот лавочки поставить». Проголосовать за один из 20 проектов жители могут в специальных пунктах. Здесь им помогут оформить небольшую анкету, чтобы они могли отдать голос за выбранный вариант. «Наталья Павловна, ваш голос учтен?» «Спасибо». «Да, надейтесь на победу». «Ну, обязательно надо участвовать, надо благоустраивать свой любимый город. Ну, я так люблю Самару, и, в общем-то, сверх космонавтов, надо помнить об этом. Это же такое было великое событие». Топ-20 территорий для благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда» сформирован по итогам общественного голосования, организованного на сайте Департамента городского хозяйства и экологии. Во всех районах Самары прошло общественное обсуждение дизайн-проектов, внесены изменения с учетом мнений горожан и профессионального сообщества архитекторов. Проголосовать можно и дома, заполнив специальную форму на сайте городской администрации. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, обновят в следующем году в первую очередь. Голосование продлится до 1 марта. Виктория Шаре, Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. Цифровая или бумажная? Вот в чем вопрос. Самарсам рассказали о плюсах электронной трудовой книжки. Новый формат должен существенно улучшить качество обработки данных. О тонкостях переходного периода расскажет Мэри Елчан. Для тех, кто в следующем году впервые устроится на работу, сведения о трудовой деятельности будут фиксироваться только в электронной форме. А значит, доступ к информации о работнике станет удобнее и быстрее. Повысится и уровень безопасности данных. А также появятся возможности дистанционного трудоустройства. Сведения из электронной трудовой книжки можно будет получать через личный кабинет на сайтах Пенсионного фонда России и Госуслуг. Я думаю, что для работников, безусловно, не всех. Может быть, кто-то будет недоволен, может быть, в малом бизнесе, или те, кто предпочитает нелегально работать, это не очень понятно и не очень интересно. Для работников предприятия, мне кажется, это дополнительное такое удобство. Те работники, у кого имеются бумажные трудовые книжки, могут их сохранить. В этом случае работодатели будут ввести сразу два документа и отражать изменения как в бумажном носителе, так и в виртуальном. Теперь работодатели обязаны ежемесячно предоставлять в Пенсионный фонд информацию о кадровых изменениях, о переводе, увольнении или повышении работника. За невыполнение предусмотрена административная ответственность. Переход к новому формату трудовых добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. До конца этого года каждому работнику необходимо сделать выбор и написать заявление о том, как он хочет фиксировать свою трудовую деятельность. В случае, если работник выбирает бумажную трудовую книжку, то работодатель просто продолжает ее вести и при увольнении выдает ее на руки. У следующего работодателя такой работник также имеет право заявить о введении бумажной трудовой книжки или изменить свой выбор. С начала года 30 тысяч работников в Самарской области сохранили бумажные трудовые, а около 7 тысяч решили перейти на электронный вариант. Мэри Елчан, Константин Головин, События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи Самарегист на нашем сайте в ее мобильной версии, а также на Ютьюбе. Удачи вам, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok